По поводу вопросов, которые задавались раньше, да? Ну давайте, хотите, я буду все вам рассказывать? Вот первый вопрос. Когда нам выдали распоряжение на проектирование, значит, пункт распоряжения проектирования предусматривал провести общественное слушание. Вы задавали вопрос, что был такой документ, который где-нибудь могут найти. Вот он есть. Копия документа. Протокол общественного слушания по вопросу строительства пристройки. Тогда еще пристройки хотели делать. Это было 27.08.2003 года. Присутствовали от жильцов Першина, ЕВ, Носевский дом, квартира, дом 1, квартира 26, Салищев, НД, Фролов, НК, Маковильская НП, Мартынов, НД, Дорошенко, Семенова, ТВ, Чининов, СИ. То есть это люди, которые присутствовали на общественное слушание. А в каком году это было? Значит, пожалуйста. 27.08.2003 года. После того, как... И это у третьего года. Да, да, да. А гречи не... Это раньше было. Нет, это будет. То есть это было бы, чтобы это было бы, я не могу привязать с выводом. То есть вот вывод, когда мы начали заниматься, мы получили решение с 2002 года. В 2003 году у нас было, значит, что жили на прессе. То есть выбор на пилу, выполнили все действия, а так было бы, что это не было. Как вот такой пилю? Провести общественные слушания. Вот общественные слушания привели. Вот такое у нас есть. Дальше, значит, как бы рекомендательный совет, где люди высказывают свое мнение. Если они высказывают просто... Было бы, было бы, было бы, брал бы, владели. Можно ли это говорить, да? Пожалуйста, пожалуйста. Я все рассказываю. Я помню, что вы мне задали вопрос. Я все рассказываю. Значит, согласно документам, общественные, вы можете высказать все свое мнение. Если у вас какие-то реальные, значит, законные основания, то тогда это будет учтено. Если просто не хочу строить, такие варианты не проходят. Вот не хотим. Такие варианты не проходят. Это не является законным действием. Ваше мнение выслушали, высказали все по-разному. Я еще раз говорю, вот я показал документы. Значит, еще раз повторяю, после того, как мы закончим нашу беседу, да, любого человека, когда вы приложаете, приходите в офис, пишите заявление. Я такой-то, такой-то, оставив, значит, интересы граждан таких-то, прошу предоставительный документ. Я все документы вам предоставлю. Сделаю копию, сразу предоставлю. А счастье, слушайте, состоялись. То есть пункт распоряжения был выполнен. После того, как мы получили... Не-не-не-не. Стоп, не перебивай. Пускай человек говорит. После того, как... Я вам все рассказываю. В Нехаловском памятнике помню, какие вопросы задали. После того, как выяснилось, что, значит, к этому дому пристраивать нельзя. Почему? Потому что здесь бутовый фундамент. Был повторный градостроительный совет. Протокол градостроительного совета. Он состоялся уже 01-07-04 года. Это градостроительный совет. Здесь были специалисты. Это были представители архитектуры различных служб. По поводу этого дома. Тоже стоялось. Такой документ был. Тоже стоялось. Но здесь уже не общественный служб. Потому что общественные службы уже стояли. После того, как мы разработали документацию, нами была получена экспертиза. Экспертное заключение. Значит, не в этом стремя. Вернее, сейчас. Экспертное заключение. У нас есть эта организация. Единственная, которая имеет право проявлять документацию. Значит, было получено экспертное заключение. 3-го 05-го 2006-го года. Это заключение действительно на весь период строительства. И не имеет срока давности. Оно действительно на весь период строительства экспертации жилого дома. Я вам... Все, все, все... Мы все вообще все копии вам отдадим. Все посмотрите. Просто смотри, сколько можно. Потому что у нас тоже все копии целы. Я только говорю. Давайте я скажу. Если мы будем просто переопираться, ну тоже не конструктивно. Давайте не мерзнуть. Спокойно. Я все расскажу. Потом задайте вопросы. Выводы. Выводы. Вы все-то увидите. Вот Ядвинский. Вернее, Решитько. Вот фамилия. Это в начале главы 8-го. Выводы. Проектно-средиологическое комплексо. С учетом положительного заключения органов специалистов экспертизы рекомендуется к утверждению. Теперь так. Кто-то задавал вопрос по геологии. Здесь есть раздел геологии. Я могу принести целую папку геологии. Здесь есть выводы. Давайте посмотрим. Заключение по геологии. Заключение по геологии. По своей строительству сегодня инженерно-геологическое заключение площадки являются относительно благоприятными, опасными природными технологиями процессами и не требуют организации специалистов инженерной защиты. А верху же написано, какие-то будет вытекание, где какие-то грунтовые, вот это все расписано. Суглинки по степени морозного изучения характеризуются как сильно пученые, а пески как практически непучительные. Ну это чисто технический термин. Для вашего дома. Вот здесь вот все. Да. Туда мы не лезем. Дом вот здесь. Я покажу вам. Хорошо, хорошо. Вы споняли. После того, как это закончено, значит, мы начали... Мы начали... Обратились, значит, за получение решения на основании этого документа, обратились в городскую управу, обратились в городскую управу, значит, за получением заключения договора. Под надуманным предлогом нам об этом отказывали. Ну, пришли другие власти, начали, просто говоря, ну, не знаю, причины их действия, но мы вынуждены были обратиться в суд. Мы выиграли арбитражный суд и земельный участок по решению арбитражного суда. И какая площадь где у нас вводится? Я все расскажу. Я все рассказываю. Дальше. Было получено разрешение на строительство, вернее, договор земельного, договор аренды. Так. А в каком году у вас аренда? 14.04.1968 года. На три года. Потом... Для каких целей? Для строительства. Чего? Значит, сейчас, 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 сейчас. Так, я так. Для строительства пристройки жилого дома. Пристройки какого дома номер? Номер 14. значит, пристройки жилого дома. Это пристройки? Да, да. Да, пристройки. Так, хорошо. Какой срок? Я все расскажу. Я все расскажу. Вы не перерывайте. Я все рассказываю. Учитывая то, что проектная документация была изменена и отдельный настоящий дом. Значит, смотрите. В 2011 году было выдано дополнительное соглашение в договор аренды, где уже внесено срок аренды продлен до 14-го года и уже написано для строительства, сейчас, минуточка, а, пристройки, сейчас, 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 для строительства отдельно стоящего здания. Так, так, все понятно. Вот этот срок есть. Конечно, конечно. Ну, тогда 14, а сейчас уже 15. Подождите, я же еще не раз закончу. Если мы с вами будем привлекаться, где-то бесконечно. Следующий документ у нас. Хорошо, давайте следующий документ. На полу мачалу, через очередь. Следующий документ. 2019 год. Значит, дополнительное соглашение в 2019-го годе. При доме, значит, вид решено строительство на квартиру живой дома. Четыре-пять этажей. Четыре-пять этажей. Да, четыре-пять этажей, да. Значит, и на квартиру живого дома. Почему? Тогда был выдан ПЗЗ. Вот почему у нас очень долго случилось. Потому что пока мы судились, пока получили разрешение строительства земельного участка, были приняты правила за сроки земельного пользования города Каудина. На этой территории, значит, нужно делать четыре-пять этажей. Все. То есть, наши документации получаются как бы несоветными. Поэтому мы обратились на основание Граностроительного кодекса о получении разрешения на отклонение от параметра. Дополнительное соглашение от 2013 года. Значит, здесь уже было внесено правило застройки землепользования города Калуги. Было внесено изменение. Вот эта зона, которая находится, называется зона Ж-2. Строительство дома в средней этажности. Было по правилам застройки землепользования, было разрешено на данных территориях строить, мы рекомендуем жилые дома до девяти этажей включить. Вот, ну естественно, девятиэтажка здесь никак не может. Это обучение, это и речь убить не может. У нас проект... Ж-2 вы нам говорите, а то, что это территория историческая... Ну я же... Давайте я рассказываю все. Научитесь хотя бы слушать, уважаемые. Да мы-то умеем слушать. Только, пожалуйста, слушайте. Я все расскажу, я все расскажу. И хамить не надо. Давайте с вами послушаем. Я рассказывал с уважением к вам и спокойно объясняю. У нас на руках разрешение строительства. Получено перешение суда. Мы не обязаны здесь собираться. Я думаю, что надо с людьми поговорить. Это ненормально, когда люди здесь вот по-соседству находятся и как бы ругаются. Понятно, да? Дальше. Значит, договор... И у нас еще есть разрешение, вернее, о продлении данного договора. Данный договор аренды сейчас пройдет на неограниченное время в связи с тем, что нам не получено разрешение на строительство. Теперь пойдем дальше. Вот у нас получается... Маха много набрали. А лезут не знаю куда. Это десятая часть, это сотая часть бумаги. Вы знаете, что у нас вот этот дом весь треснул, уплывает. А вы еще здесь свои бутили. Еще машина... Погоди, погоди. Что вы говорите? Пойдемте, я вас приглашу в свою квартиру. Не буду, я с вами пока ругаться. Нет, в квартиру приглашу, и окна все трескали. Мне задали вопрос. Все стекла потрескались. Мы задали, друзья. А вы говорите, дом здесь строится. Давайте мы сначала послушаем. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Уважаемые. Давайте послушаем. Кусок земли увидели. А ну их надо. Не слушайте, отойдите сюда. Не слушать нечего. Люди слушают. Слушаем. Хватит отвечать. Давайте дальше. Дальше. Значит, дальше. Вот это вот называется градостроительный план. На дому градостроительном плане выданы определенные ограничения. Зоны регулированной застройки с увеличением с этого до 10 метров. Здесь нельзя строить этот исторический дом до 10 метров. Но предусмотрено градостроительным кодексом получение разрешения на отклонение от этих условий. Сколько заплатить-то надо, чтобы получить это отклонение? Ладно. Ну, так вы нам все-таки не показали план-то. Мы сейчас будем смотреть, будем ходить смотреть. Хорошо. Дальше. Значит, 22 апреля 2013 года состоялось экспертное заключение о возможности отклонения от трудильных параэнтеров. Решено строительство земельного участка. Это разрешение экспертного заключения Министерства культуры Российской Федерации. Здесь есть фамилии людей, которые подписывались под это. Здесь есть все это заключение. Далее. Хочу обратить внимание на интересный момент. Это Министерство культуры Российской Федерации. Не Калужское. Министерство культуры Российской Федерации. Мы это знаем. А им все равно. Они с этим связаны. Так, дальше. Интересные фразы. Лучше что я. Планируем к застройке здания заполнять существенные права в опронте застройки южной стороны улицы Кутузова, что будет способствовать восстановлению строительной среды, расположенной вблизи объекта культурного наследия. И вывода экспертизы разрешается, разрешено отклонение по высоте. На основании вот этого документа. Печатель что-то тут на этом документе. А здесь не должно быть печатель. Вы потом все посмотрите. Это уже надо проверяться. Вы все посмотрите. Печатель нет. Давайте мы еще часов пять будем сидеть разговаривать. Сколько надо, столько и будет. Сколько надо, столько и будет. Нет, ребята. Будем столько. Министерство культуры. Нет, это вы слуха, да, знаете. Прям как медом намажено здесь. Да, нет. Прилипли, кусок увидели. Столько земли везде нет. Теплотрасса что рядом, вода рядом. И этот дом уплывает. Посмотрите, он весь треснул. Я отвечу на вопрос. А вы все боретесь за это. Стекли все потрескали. Я бы вас приглашаю вставное. Значит, смотрите. 07.06.2013 года было выдумано городское право постановление о разрешении и предоставление условно решенный вид предельных параметров со высоты до 17,9. Документ предоставим. И условно решенный вид деятельности. То есть, один из настоящих зданий, шестиэтажный, в данном случае. Вот это все документы. Вы тоже увидите. Дом ползет. После чего? После чего? Подожди, сейчас он подойдет. Он еще один полез. Не будем вылазить. Дальше. Мы обратились, имея все законные основания. Ну вот тут офис, пойдем, и там, вон, сфотографировать. Знаю, все. Ну, давайте отойдите в сторону. Вы не уважаете тех людей, которые стоят рядом с вами. Вы не даете им слушать. Они слушают. Я не разговариваю. Ну, что же вы меня, когда я молчу? Дальше, значит. После того, как мы получили все необходимые документы, мы обратились к городскому праву. Под наддуманным предлогом, к сожалению, некоторые товарищи нам отказывали в выдаче разрешения. Это, к сожалению, такая практика существует. Зная... А кто это конкретно? Кто отказывал? Какой предлог? Нефремов. Предлоги надуманные. Ну, как это надуманные. Не это вы увидите. Чем они? Да, конечно, конечно. Они считают, они предъявляют правительной комитации, якобы они незаконны. Знаживая ситуация, мы не собираемся спорить с людьми. Ну, значит, они не просто так предали. Может быть. Это же город. А мы обратились в суд. Да суды... А суды... А у нас никого не было. А вы здесь ни при чем, потому что... Почему это такое? Давайте не будем без комментариев. Суда лезет, ни в Россию... Решением суда, арбитражного суда, Калужской области... А, кстати, вот есть суд, решение от 2008 года, выделение на земельный участок. Дальше. Ну, после того, как мы обратились... Это нормальная практика. Очень многие строительные организации так поступают. Решением арбитражного суда Калужской области от 29 июля 2014 года... Здесь все расписано. Вы это тоже увидите. Признать отказ заместить городскую городскую голову о выдаче решения строительства на картину жилого дома, изложенном письме, незаконным. Обязать городскую право принять решение о выдаче решения строительства. Решение суда... Ну, я же все вам дам. Ну, я же все вам дам. А, 4 июля 2014 года. Это первая стадия. После того, как принято решение, все стороны, которые не согласны с решением, имеют право в течение месяца обжаловать. Городская управа обжаловывает решение. И состоялась в вышестоящей инстанции в городе Туле. Которая? Да, значит, после рассмотрения которого... Почему в Туле? Потому что весь, значит, судебный участок, вернее, как бы, существует такой регион... Вы напишите заявление о том, что это фальшиво. И подойдите официально. И будет проведена проверка. Если выяснится, что это фальшивое, тогда будет вызвано уголовное действие. Если выяснится, что это незаконно, то вам нужно будет ответить по статье 306. Заведомо ложный донос. Понятно, да? Мы ничего боимся. Теперь смотрите дальше. Значит, задали вопрос, почему в Туле? Потому что существует такая система судебная. Есть центральный округ, в котором есть три инстанции. В этот год, Калужская, Тульская, Брянская, Сваленская, там, другие области. Сначала, первоначально рассматриваются, значит, в Раджевом суде области. Есть одна из сторон, не согласна с решением, а в Раджевом судебной инстанции. Раджевом судебной инстанции находится в Брянске, в Туле, а в Раджевом судебной инстанции, в Калуге, в Сквере Мира, 20-й Раджевом судебной инстанции, как он называется, постановление от 24-го, 11-го, 2014-го года, где написано, оставить в силе по решению Калужской области без изменения абитуционной жалобы, без удовлетворения. Значит, на основании этого документа, городской правой, вынуждены были выдать разрешение на строительство. Так, то есть они не подавали сюда, да, по Ужску эту самолету? Нет, а в Турле, Абдутирят, не подавали. Подавали, вот как-то там уже в Калугу нет. Они в Калугу не подавали, в Калугу не подавали. В Калугу не подавали, потому что там уже, как бы ловить уже нечего, честно говоря, потому что, ну это их уже право. Вот вышло распоряжение городского управа. А будет решение строительства. На самом деле, мы будем намерены приступить к строительству. Теперь дальше. То есть я объясняю ситуацию. Значит, процедуры судебные. Теперь вернемся к конкретно объекту. Значит, что же за объект? Здесь он будет. Ну, альбом. Вот приблизительно такое здание. Только здесь цвет немножко другой будет все-таки. Покажите еще одно. Вы все покажем. Я пока показываю, а потом все дадим. Сейчас мы будем задавать вопросы. Потому что нам надо видеть, чтобы задавать вопросы. Конечно. Вот он вот так вот врезается. Это врезка. А скажите, вот этому дому где будет заезд? В эту сторону поверните, пожалуйста, а то у нас всем не видно. Давайте. Так вот. Это вот врезка вот так вот. Вот оно. Вот такой-то будет. Ворота будут к чему относиться? К этому дому? Минуточку, минуточку. А теперь смотрите. Это средство административное. Есть такой документ. А этот дом будет блокирован. Вот этот дом, вот этот документ называется... Так тут только на улице. Это 3-й дом на улице. Да, на улице 3-й дом на улице. Этот документ называется генеральный план участка. Место расположения различных схем сетей. Описание, в том числе здесь такой документик, который называется схема организации движения. Это флоренировочная организация. Сейчас мы его найдем. Развивочный план? Нет. План на реализации движения? Нет. Нет, почему мы выделяем себе это самое. Нет, мы точно так же можем заводить забором. Это рисунок, это не укрепляющийся. Это просто камера. Мы будут заводить забором. А вот схема организации движения. Ну смотрите, вот этот участок, вот этот дом. То есть вот этот заезд остается. Это какой? А вот этот бод, проезд останется? Конечно, останется. Вот этот проезд останется. Так, остается. А вот здесь вот еще один проезд будет. Вот он вокруг этого дома, вот сюда. Вот прямо отсюда. И куда выезд покажите? Где? Вдоль забора. Еще один проезд. А выезд где будут? А выезд куда? Сюда вот так вот. Сейчас. В наш двор? Да, да. А вы не сможете в нашем дворе ездить? Это наша территория. Вы можете по нему ездить. А нам не надо, нам хватает шwa progressives. Подождите, как вы можете... Давайте возьмем так, да? Сейчас. А вот это вот объезжает, и что, у меня под окно... А у вас в Погуболке не так дорога есть. Вот мой дом, вот он мой дом. Когда пожарная машина будет подъезжать, вы будете очень довольны. Пожарная подъедет, а личный транспорт... Личный транспорт, к вам ехать и не собирается. Вот этот вот, отсюда, личный транспорт должен. Все. А дорога эта вот, у них надо, которая... Очень интересно. Забрали детей, которые так обездоленные, в интернатске выезжали. Решили всего, им даже наложат негтяк. Вот это, в принципе, я все документы поделал. Получается, что они что делают? Здесь у них будет въезд. Вокруг дома, через нашу территорию, скажем так, да? То есть здесь эта часть будет уничтожена. Вот так, то есть стоянки здесь не будет. Наши, которые делались, да? И выходит, что у них просто будет въезд через нашу территорию. То есть загруженность нашего двора возрастет в несколько раз. Учитывая офисные помещения и жилые помещения. Интересно. Слушай, по принятому решению, да? Судебному. Не губернатор, знаешь. Нет, он ничего сделать не может. Нет, уже все принято. Судоп. Судоп. Заранее все сделали так же. А теперь галочку поставить, чтобы говорили как бы с людьми, получать. Да, чтобы провели собрание, что объяснили жителям. Объявить обрешение. Нет, вам... Мы думаем, что они не пройдут историко-культурную экспертизу в Москве. Они ее прошли. Все прошли, все, господи. То есть, ну, у них, да, у них все, сейчас основания какие-то есть. Насчет подлинности документов, скажем так, да? Ну, не знаю. Можно предполагать, ну, для того, чтобы, скажем так, нам не попасть под дачу ложных показаний, ложный донос, да? Вот, как вам правильно сказал человек, грамотный, объяснил, да? Вот, то есть, фактически сейчас что? Документы у них на руках. Да, мы можем снять копии, копии, да, скажем так, указать их юристам. Вопрос такого плана, да? Сколько получается этажей дом? Значит, со стороны улицы 3 этажа, здесь вот, говоришь, 6 этажей. 6 этажей, да? Смотрите, солнышко у нас идет по код, если мне память не изменяет, да? Нет, не так, а вот так. Ну, вот так он. Здесь расходы, да? Значит, смотрите, если здесь будет 6 этажей, да? И еще, по плану, сколько будет примерно, где этот дом будет стоять? Где-то, наверное, вы спрашиваете. Нет, нет, нет. И где-то, вот она, по 4 с половиной. Вот здесь он будет, вот, смотрите, вот здесь он стоит. Дом начинается на схеме вон там вот начинается, им показано, вон она, вот она оттуда угла, четыре с половиной от этого. Нет, еще у меня вопрос, где будет подвоз строительных материалов, дорога, вот здесь, в Скутузово, с остановки. Вот это все, до дома. А здесь будет завор, мы скажем, в какой край, в Согласово, в сторону, до 50 метров, да. Время на перевозе, смотрите, строительство, 10 этажей, да. Берем наш дом, да, 5 этажей. Я понял, он находится, скажем так, в низине, да. Здесь, ну, уровень перепад, сколько, метр четыре, да. Надо бороться с выводом, добиваться. Ну, вы не строили здесь дома, все, нечего здесь строить. Нашли, мне, он говорит, кто-то мои, там, вы, кто, от города. А я, ну, я не делаю, мы, там люди. Она же не будет солнца. Значит, дом будет выше, чем наш. Так, да? То есть все эти этажи без солнца получаются. Ну, у меня, знаете, не помните ли, да? Нет, если вы, знаете, почему? Инсуляции, как таковой, никакой. Инсуляция проверена, проектное решение, проектная экспертиза. Инсуляция, Саблюкина. Солнце у вас, вот эта страна называется Южная. И солнце, как правило, с юга идет, с востока. Вот вас. Вот, учусь, и опормите землю. Мы вам этого не поможем. Не надо быть справимся без всех. Ну, слава богу, я раз за вас. И тогда, ну, поверьте мне, ну, смотрите, вот давайте такой вопрос. Кто-то задал вопрос, что дом трещит, да? Да. Вы знаете, какая сейчас ситуация финансовая? Вы знаете, что бюджетная, сокращается. Я, не перебивайте, пожалуйста. Значит, сейчас, не дай бог, что-то случится, вы долго будете ждать ремонта, да? Если мы сейчас начнем копать, нам не долго, нам сразу в Литвину принесут нас всех. Мы поставим отвергулечки, есть такое понятие. Если, не дай бог, что-то случится, мы готовы принять меры по укреплению под домом. Но, учитывая то, что у нас здесь не сваи, а ленточный фундамент, то есть мы копаем котлован, мы ничего не бьем, ничего не стучим. Мы делаем котлован, аккуратненько укладываем плиты, вот, и все. А строительные работы какие время будут проходить? 10 месяцев. Значит, по проекту реализации строительства, значит, на 30 месяц, 11 месяцев. Месяц это подготовительная работа, и 10 месяцев настройка. С 9 часов утра и до... Ну, есть законы, нормативы. Если нельзя вечером работать, значит, работа не будет. Это понятное дело. А ночные? Никаких ночных работ. А вот здесь у нас теплотрассы. Каждые полгода нас копают. Вот, где вы сейчас строите будете, да? Площадку. Хотели сделать площадку. Детскую. Начинаем. За свой счет. За свой счет мы хотели. Мы за свой счет, да. Но мы уже сколько лет начать не можем это сделать, потому что, ну, строительный террор. 30-летний строительный террор. Это передомов. Не одно поколение уже, скажем так, да, участвовали в битве за свои права. Но я понимаю, что нормы инсуляции там по новым законам, они уменьшены, скажем так, да? 2,15, по-моему, это будет. Ну, вот. Но факт в том, что 6-летний этаж, сколько... Ты не выходишь. Почему это здесь там начали настраивать? Это, скажем так, к жильцам... Здесь сколько? К жильцам отношения... Они подмесли шадра. Они по усилиям. Да, конечно. Правильно, делайте ТСЖ, приглашайте юриста. Давайте вместе судим. Какой-то, чтобы, если вы считаете, что мы вас обманем... ТСЖ не придет насосновать. Ну, давайте, кто-то, 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 кто-то... А юриста, это деньги вы нам оплатите, юриста? Да, да, да. Все слышали? Да, да. Сами приглашайте своего юриста. Ну, подойдем, мы с ним разыграли юриста, подавайте... Они бы с моего приглашали. Своего, с моего. Своего. Приглашайте. Ну, не я же буду давать. Мы выделим средства, вы с ним разыграть, вы с ним договариваете. Вы его приглашаете, это нормально, ничего страшного этого нет. Независимый. Независимый приглашайте, конечно. А так он оплачивает, что он у него тут... Вы приглашаете... Мы приглашаем, а оплачиваем. Так может быть, по-моему. Мы вас тоже согласимся. Почему же? Согласитесь, соглашусь. А сами же писали? Да.